Доброе утро всем. Сегодня у нас консультация по отборочным турам. Я расскажу, что вас ждет в тестах, какие темы, какая тематика будет, на что нужно обратить внимание при подготовке и какие материалы рекомендуется использовать для этого. В общем-то, я не думаю, что у нас займет это много времени. Еще я вам обещал рассказать про Anycast адреса IPv6 версии. Тоже я там заготовил несколько слайдиков, как обещал. И жду, в общем-то, ваши вопросы. Подразумевается, что вы должны какие-то материалы были, например, уже почитать, либо посмотреть мои вебинары прошлогодние и какие-то вопросы, связанные с теми темами, которые были освещены. Сегодня можно их будет задать, и я постараюсь на них ответить. Значит, давайте начнем с первого тура. Первый тур – это у нас тестирование, то есть тест с закрытыми вопросами. Закрытыми – это значит, что у них есть несколько вариантов ответов. Обычно варианта 4, хотя может быть и больше, и меньше. Но в среднем – это 4 варианта ответов. Соответственно, тип может быть True-False. Вы можете здесь видеть, у нас всего один такой вопрос. Освещенный протокол IPv6. Остальные – это Single-Choice, то есть там, где нужно выбрать один вариант. И Multi-Choice, где нужно выбрать несколько вариантов ответов. Соответственно, табличка с баллами. Это вы могли видеть и на сайте HonorCap. Темы, которые включены, они вот здесь все есть. Топология сетей передачи данных. Ну, я думаю, это относительно просто. Модель OSI. Что здесь нужно знать? Здесь нужно знать уровни модели, какие функции они выполняют. Дальше. IP-адресация. Нужно знать, что такое IP-адрес. Когда мы говорим просто IP, то имеется в виду IP четвертой версии. Какие адреса. Что адреса можно классифицировать? Не классифицировать, да, а есть такое понятие, как класс адреса. Как они определяются? Типы адресов. То есть, что такое вот типы, как вы думаете? Чат тоже можете отписывать. Да, например, серые и белые. Правильно. То есть, есть IP-адреса, которые используются в публичных сетях и которые можно использовать в частных сетях. А еще. Динамически и статически это немножко другое. Это как бы способ их назначения. Потому что и серые и белые адреса можно назначать разными способами. Ну, есть уникастовые адреса, да, есть мультикастовые адреса, есть бродкастовые адреса. Вот это вот все. Нужно как бы ориентироваться в этом. Следующее. Вспомогательный протокол TCP IP. Значит, здесь нужно помнить, что для IP-протокола еще важны такие помощники, как ACMP, ARP, DHCP и так далее. То есть, без чего IP-протокол как бы сам существовать не может. Соответственно, нужно знать их функции, принцип их работы. Для чего они нужны. Следующая технология Ethernet под уровень MAC. То есть, это физический под уровень. Ну, здесь нужно знать такие вещи, как среды передачи Ethernet, да, какие у нас среды бывают. Летая пара. Оптоволокно. Скорости передачи, режимы работы, ну и принципы взаимодействия. То есть, вот такие вот вопросы. Следующая технология WLAN. Ну, вот это вот, все вот эти вот вопросы, с первого по пятый, вернее, с первого по четвертый, они есть в первом вебинаре, который называется модель ОСА и стекти CPIP. То есть, можно прям смело открывать, слушать, там все это, вся эта информация будет и есть. Дальше, технология Ethernet, технология WLAN. Это две темы, которые есть в вебинаре, который называется, вот так и называется, да, технология Ethernet, технология WLAN. Тоже, если послушать, все там, можно найти всю нужную информацию. Вот. Значит, что здесь в технологии WLAN? Какие? Ну, принципы работы, в общем-то, то есть, знать, для чего это нужно, для чего это вообще разрабатывалось. Вот. И как кадры передаются внутри WLAN, между WLAN. Следующая, сетевая безопасность. Сетевая безопасность здесь, что нужно, значит, аутентификация, что такое авторизация, аккаунтинг, знать, как передаются идентификационные и аутентификационные данные, какие протоколы при этом используются. Ну, вот, я в предыдущем вебинаре, который был посвящен PPP протоколу, уже эти вещи тоже озвучивал. То есть, например, пароли можно в открытом виде не передавать, да, то есть, для этого используется протокол ЧАП. Вот. Значит, соответственно, что еще сюда входит в безопасность? Это организация VPN, да, виртуальных частных сетей. То есть, есть изолированные сетевые пространства, удаленные, да, которые могут быть связаны между собой посредством публичной сети и организации VPN-канала. Вот. Нужно знать, какие VPN-ы бывают, как они классифицируются, да, то есть, есть VPN-ы, например, по уровню работы, да, то есть, для какого уровня модели, там, или стека TCP-IP, или модели OSI этот VPN работает, да, если там передаются кадры поверх публичной сети, то это VPN канального уровня, да, ну, грубо так. Если там передаются IP-пакеты, то это VPN третьего уровня, да, то есть, сетевого уровня. Какие протоколы используются в том или ином случае, да? Вот. Это все есть в презентации, в вебинаре, который называется «Безопасность в сетях передачи данных». Там же есть информация про аксесс-листы, там же есть информация про ААА, аутентификация, авторизация, аккаунтинг. Там еще куча тоже всего есть дополнительно, есть что такое NAT, тоже обязательно послушайте. В принципе, вопросов по этому в первом туре не будет, но эта информация вам пригодится, если вы пройдете дальше, то в домашних заданиях, которые будут финалистам выдаваться они, значит, эта технология достаточно часто там в заданиях используется. Так, это то, что касается сетевой безопасности технологии VPN. То есть, вот эти вот два вопроса, седьмой и восьмой, их можно найти в вебинаре, который называется «Безопасность в сетях передачи данных». Следующая тема – это протоколы транспортного уровня. Что это за протоколы? Это протоколы TCP и UDP. Да, правильно, TCP и UDP. То есть, нужно знать принципы функционирования и особенности. Ну, например, чем отличается TCP от UDP? TCP устанавливает соединение перед тем, как начать передачу данных. UDP – это не требуется. TCP гарантирует доставку. То есть, если прикладному уровню необходимо передать данные точь в точь, какие они есть, да, то есть, без потерь, без искажений, то он пользуется услугами транспортного протокола TCP. Если это не обязательно, да, то есть, пакеты, например, там какие-то могут потеряться, да, значит, он может воспользоваться протоколом UDP. При этом UDP работает, получается, быстрее, да, потому что он не тратит время на установление соединения. То есть, там, где необходимо сэкономить на времени, можно применять UDP. Вот такие вот вещи, да, особенности применения того или иного протокола нужно тоже знать, нужно понимать. Следующий протокол IP – это у нас, так, это вот этот вот вебинар. Протокол IP, адресация IP, планирование IP под сетей. Протокол IP – что здесь нужно? Значит, нужно знать, опять же, IP-адресацию, что такое маски, как сети разбиваются на подсети. Ну вот, то есть, такое, так скажем, планирование IP под сетей. Следующий уже вопрос. Тоже будет такой вопрос. Технологии Ethernet – канальный уровень. Значит, опять же, можно взять из вебинара, посвященного Ethernetу. Значит, здесь, на что нужно обратить внимание. На принципы функционирования Ethernet-протокола. Ну, даже, я бы сказал, на принципы работы классического layer-2 коммутатора. То есть, как кадры принимаются коммутатором, как они дальше форвардятся. То есть, есть режим, например, флайдинга, это когда кадры распространяются на все порты, за исключением того, на который он был принят, да, в каком случае это выполняется, такой форвардинг. Есть уникастовый форвардинг, да, то есть, по таблицам MAC-адресов. Как эти таблицы MAC-адресов формируются, тоже нужно знать. Нужно знать формат кадра. Значит, ну, я считаю, что как бы сетевой специалист по локальным сетям, или по неважно по каким сетям, да, в IP-сетям, должен однозначно себе представлять, из каких полей кадр Ethernet состоит, и за что каждое поле отвечает. Он очень простой, выучить его, в общем-то, не вставляет проблемы. Но представление об этом, и что каждое поле делает, за что отвечает, знать нужно. Так, следующее. А вот я вам, кстати, немножко наврал, да, технологии NAT и аксесс-листы. То есть, знаете, что такое Network Adress Translation, а для чего он нужен, какие у него есть достоинства, недостатки, как он может применяться, вот. Что такое аксесс-листы? Здесь же, да, то есть, мы вот объединили немножко, потому что они немножко связаны, эти темы, да, потом объединили в один тип вопросов. То есть, кому-то достанется вопрос по НАТО, может, кому-то достанется вопрос по аксесс-листам. Аксесс-листы – это списки контроля доступа, с помощью которых можно контролировать передачу трафика в сети. То есть, можно сделать какое-то перенаправление, да, то есть, часть трафика перенаправить, например, не по пути по умолчанию, да, маршруту по умолчанию, а перенаправить его на определенный Nexthole. Или, например, выбрать из всего потока трафика какие-то пакеты, которые нужно снатить, да, то есть, у которых нужно поменять IP-адреса для того, чтобы выпустить их в публичную сеть. Вот. Где еще аксесс-листы могут применяться? Аксесс-листы могут применяться для обеспечения качества обслуживания. То есть, с помощью аксесс-листов мы можем, опять же, отобрать те пакеты, которые являются приоритетными, и поставить их в определенную очередь. Вот эти вещи тоже, как бы, все нужно себе представлять. Протокол IP-SEC – это, значит, все можно найти вот здесь, в безопасности техпередачи данных. То есть, IP-SEC – это протокол, как бы мы отдельно его выделили, в безопасности, да, то есть, это организация VPN-канала, который может не только связывать удаленные участки сетей с помощью публичной сети, но еще и закрыть информацию, да, то есть, он может шифровать информацию при передаче по публичным сетям, чтобы ее не могли скомпрометировать. Он может осуществлять антентификацию участников обмена. Вот это все нужно тоже, как бы, себе представлять, то есть, знать, какие там протоколы. То есть, IP-SEC, на самом деле, это не протокол, это семейство протоколов, да, семейство механизмов, скажем так, механизмов, протоколов, вот общие принципы, их нужно, как бы, тоже знать. Ну, и протокол IPv6. Это, собственно, что здесь нужно. Возможности IPv6, то есть, чем он отличается от IPv4 и какие у него есть преимущества по сравнению с IPv4. Типы IP-адресов. То есть, это вот последний вопрос. 16-ый, это адресация IPv6. Какие типы IPv6-адресов бывают? Значит, вебинары. Вот их раз, два, три, четыре, пять вебинаров, да, получается. Достаточно прослушать, чтобы, в общем-то, ну, иметь представление и, в общем-то, успешно ответить на вопрос. Дополнительно еще для тех, у кого неплохо с английским, есть на сайте ссылочка на материалы, которые называются HCNA Routing and Switching. Это сертификационный курс, разработанный Huawei. Есть материалы в свободном доступе, то есть, их можно скачать и, в общем-то, почитать. Там же есть, кстати, и как это все настраивается. Вот, тоже, если интересно, тоже рекомендую. Ну, и на сайте тоже есть, ну, не ссылка, а указание на то, что вот можно почитать еще Олиферов. Это, я вот ее называю книжкой Библии сетевого администратора, потому что, в общем-то, это тот ликбез, который любой сетевой администратор должен знать. Вопросы есть по тесту отборочного тура номер один? Вопросы есть по тесту отборочного тура номера. Так, ну, вопросов не вижу, значит, пока все ясно. Хорошо. Ну, когда вопросов нету, амзи преподаватели говорят, что либо все понятно, либо ничего не понятно. Я буду думать, что все-таки это первый вариант. Давайте теперь поговорим про второй тур. Значит, сделали, я сделал консультацию сразу по двум отборочным турам, потому что у меня, к сожалению, нет возможности провести это все отдельно, вот, поэтому для тех, кто пройдет первый отборочный так, будет еще один тест, он будет посерьезней, вот, здесь уже будет 18 вопросов, вот они здесь, тематика представлена, они все будут открытого типа, то есть, вам нужно будет что-то в поле ввода написать свое, то есть, это тест, который проверяется не компьютером, не машиной, то есть, не автоматически, эти тесты потом попадают ко мне и моим коллегам, и мы их разбираем, вот, соответственно, читаем то, что вы там написали, да, то есть, это как некое такое задание, можно так сказать, вот, но вопросы могут быть достаточно простые, то есть, ответ может состоять из одного-двух слов, а некоторые ответы могут, ну, как бы, содержать в себе целое предложение или даже абзац, да, то есть, поэтому не бойтесь написать там своими словами, но самое главное, чтобы вы ясно выразили свою мысль, вот, значит, здесь какие у нас темы, принципы IP маршрутизации, ну, я вот не стал их в тему в отдельную, да, я просто скопировал ту табличку, которая есть на сайте, значит, принципы IP маршрутизации, что здесь нужно знать? Здесь нужно знать, что такое IP маршрут, что такое таблица маршрутизации, из чего она состоит, какие там поля есть, какое значение каждое поле из этой таблицы имеет, знать происхождение маршрутов, то есть, откуда они в таблице маршрутизации появляются, да, источники маршрутов. Особенности, следующее, это динамический протокол маршрутизации, особенности каждого отдельного протокола, чем он лучше или хуже других, где он применяется, то есть область его применения, да, у нас есть, ну, давайте я вот так напомню чуть-чуть, у нас есть протокол маршрутизации дистанционно-векторного алгоритма, это RIP и BGP, есть состояние связи, это OSPF и ACES. Значит, где они применяются? Значит, RIP, OSPF, ACES применяются у нас внутри автономных систем. То есть автономные системы, это набор маршрутизаторов, сетей, под единым административным управлением, то есть который управляется одним оператором, к примеру, да, вот у него есть автономная система, и там внутри, с помощью протоколов маршрутизации, технически, осуществляется распространение маршрутной информации, то есть где какие сети находятся. Есть протокол BGP, который работает между автономными системами. То есть если нужно двум операторам между собой связаться, да, и передавать трафик, или, например, есть операторы, которые предоставляют, они называются вышестоящие, да, то есть предоставляют сервис-услугу ниже стоящим операторам, то есть, которые, в общем-то, можно считать как конечные пользователи для них. Вот их взаимодействие строится на протоколе BGP. Ну и, собственно, по двум протоколам внутренней маршрутизации были вебинары, это RIP и OSPF, которые, собственно, включены в программу HTNA Routing and Switching. Еще раз повторюсь, что мы делаем эту олимпиаду, тематику олимпиады, скажем так, максимально приближенной к содержанию этого курса, да, потому что тем, кто пройдет во второй тур и наберет более 750 баллов, отвечая на вопросы, получит возможность бесплатно сдать экзамен на промышленный сертификат Huawei, HCNA, Routing and Switching. Вот так этот экзамен стоит что-то порядка 200 долларов, да, то есть тут такой подарок будет, скажем так. Вот, поэтому ну, как бы, это вот вам сдача, бесплатная сдача. То есть, в принципе, вы, получается, сейчас в Олимпиаде, мало того, что вы участвуете в Олимпиаде, вы еще можете самообучиться, то есть сами выучить какие-то темы, ну, и вот, так скажем, вопрос Олимпиады вам такой некий контроль, что ли, можно так сказать, да, или некая мотивация для того, чтобы вы старались. Значит, тоже есть отдельные вебинары по протоколу РИП и протоколу ОСПФ. Давайте список вебинаров покажу. Они все есть, ссылки все есть на сайте. Вот, значит, динамическая мастеризация обзора протокола динамической мастеризации, это вот первые вопросы. Протокол мастеризации РИП и ОСПФ. То есть, все, что относится к РИПу и ОСПФ, это все есть в отдельном вебинаре. Значит, что там нужно, на что нужно обратить внимание. Значит, в протоколе РИП принципы работы, как там осуществляется защита от петель, потому что это дистанционно-векторный протокол и изначально потенциально опасный в плане возникновения петель мастеризации. Его достоинства и недостатки. Какие версии протокола есть? Да, у нас есть две версии. Первая и вторая. В чем их отличие? По ОСПФ нужно знать принцип работы. То, что там прежде чем маршрутная информация попадет в таблицу мастеризации, сначала собирается база данных в сети. То есть, строится картина или топология карта в сети. и уже на основании этой карты строится дерево кратчайших путей по алгоритму ДЭКС и сети, которые в виде листьев дерева представляются, они уже инсталируются, устанавливаются в таблицу мастеризации. То есть, ОСПФ протокол не только состояние связи, в этом протоколе есть в принципе дистанционно-векторного алгоритма. Значит, это нужно знать, что такое область ОСПФ или зоны. Понятие Ария называется. Нужно знать, какие типы сетей поддерживают протоколы ОСПФ. Под сетью здесь понимается именно физика или канальный уровень. То есть, ОСПФ протокол был изначально задуман для маршрутизации именно IP версии четвертой пакетов. трафика IPv4. Значит, все это IPv4 передается поверх каких-то сетей. Это может быть Ethernet-сети, это может быть Frame Relay-сети, Point-to-Point-сети и так далее. Вот все эти сети делятся на несколько типов. Какие типы сетей тоже нужно узнать, потому что вопрос по типам сетей тоже будет. Так, дальше. Теперь переходим на канальный уровень. Есть вебинары, которые посвящены резервированию в сетях LAN. Это протоколы STP, Spanning-3 протокол, протокол LACP и протокол VIRR. То есть, три протокола, которые в локальных сетях, в сетях Ethernet применяются для резервирования. На самом деле, протокол STP изначально задумывался не как резервирующий, а для защиты от петель. Но операторы намеренно вводят в сеть избыточность, то есть кидают несколько каналов, соединяют коммутаторы между собой несколькими линками для резервирования. И вот для того, чтобы это резервирование не работало, они просто размыкают эти петли, которые могут возникнуть с помощью протокола STP. Что нужно по данному вопросу по протоколу STP, на что нужно обратить внимание? То, что на самом деле протокол это семейство. Опять же, там есть три протокола STP, RSTP, MSTP. Но вопросы будут касаться только STP и RSTP. То есть MSTP мы не затрагиваем. Какие типы сообщений там есть? Какие роли портов у коммутаторов, на которых запущены STP бывают? Какие состояния портов бывают? параметры используют степи протокол для того, чтобы вычислить дерево, покрывающее дерево и заблокировать какие-то линки для того, чтобы разрушить петли? Агрегация линков. Здесь нужно знать режим построения или режим создания агрегированного канала. То есть мы можем несколько Ethernet-каналов объединить в один логический линк. Если это, например, Fast Ethernet, если мы объединим три линка в Fast Ethernet в один логический, мы получим общую емкость 300 мегабит в секунду. То есть канал, который состоит из нескольких составляющих. Работа данного канала может управляться протоколом LACP, Link Aggregation Control Protocol. Его принципы работы тоже нужно знать. Какими параметрами обмениваются коммутаторы для того, чтобы цифровировать этот канал и режимы его работы. То есть там есть режим с балансировкой нагрузки, есть режим Active Standby. Вот каким образом это все осуществляется. Протокол VRRT Virtual Router Redundancy Protocol. Протокол резервирования виртуальным маршрутизатором. Несмотря на то, что называется маршрутизатором, все равно относятся к протоколам, которые резервирование осуществляют на канальном уровне. В принципе протокол осуществляет переключение на запасные линки именно на канальном уровне. Здесь нужно знать принципы его работы, какие параметры он использует для того, чтобы в сети, например, есть два физических маршрутизатора, какие параметры используются для того, чтобы выбрать из них мастер, который будет главным, отвечать за forwarding трафика, а кто будет запасом. пакет VRRP представляет и какие функции он выполняет. Соответственно, как он передается в сети. Он передается мультикастом, то есть распространяется в сети по всем портам. Дальше. Будет три вопроса по качеству обслуживания в сетях. Что здесь нужно знать? Есть отдельная презентация вебинар, который называется «Принципы и механизмы обеспечения качества сервиса в пакетных сетях». Там затрагиваются общие принципы, как в пакетных сетях можно обеспечить качество одних сервисов за счет других. Обычно это так происходит. Нужна классификация трафика и какая она бывает. Есть сложная классификация, есть простая классификация. Где какая используется? Простая используется внутри сети, а сложная обычно на границе. Вот почему тоже нужно в этом разобраться. Какие поля в заголовках где и как используются для обеспечения качества? Мы обычно качество обеспечиваем таким образом. Приоритизируем трафик. После классификации мы говорим, что этот класс трафика будет иметь один приоритет, этот класс трафика будет иметь другой приоритет. Соответственно, какие поля в заголовке могут использоваться для того, чтобы определить, к какому классу относится этот или иной пакет. Нужно знать параметры, которые определяют качество. То есть 4 основных параметра. Задержка, класса пропускания, процент потерянных пакетов и вариация задержки. 4 основных таких параметра для пакетных именно сетей. Нужно знать значение приоритетов и их соответствие классам трафика. В презентации, вебинаре все это рассказано, все это есть. Здесь также нужно знать механизм управления перегрузками. Это постановка очередь, какие типы очередей бывают и как осуществляется их управление. То есть как происходит диспатчинг пакетов из этих очередей. Значит, принципы их, достоинства и недостатки каждого типа очередей. И нужно знать механизм предотвращения перегрузок. Их у нас два механизма. Это tail drop, то есть когда пакет просто тупо отбрасывается, если он не помещается, возникла перегрузка, если его нельзя уместить в буфере, он просто отбрасывается. И W Red. Их достоинства и недостатки. Какое достоинство у W Red, например, по сравнению с tail drop, где он может применять. ПTPP и PPPOE это я вам в этом недавно рассказывал. Пару途 назад. Здесь в принципе работы PPP какие сообщениями обмениваются стороны для привзаимодействия PPP. Зачем нам нужен PPPOE? так это у нас собственно вот вебинар называется методы протоколу доступа пользователей к сети один вопрос по дичьи пи нужно знать какие типы сообщений дичьи пи бывают принцип работы и параметры которые в этих сообщениях передаются ну по IPv6 все можно почерпнуть из соответствующего вебинара и будет такой как его назвать лучше бонус это два протокола ftp и snmp которые тоже достаточно часто применяются в сетях передачи данных значит snmp это используется для управления сетью ftp это протокол используют для передачи фар значит эти протоколы нигде у нас не освещены ну вы можете взять книжку почитать во первых олиферах во вторых вы можете взять htna routing and switching материала в третьих вы можете просто тупо в яндексе гугли в википедии набрать название этих протоколов и почитать их принципы там вопросы будут несложные но это такое просто главное для самостоятельного изучения то есть по ftp и по snmp значит что нужно на что нужно обратить внимание значит теперь режим работы и режим передачи трафика snmp это типы сообщений какие версии бывают протокола и иметь представление что такое мип менеджмент информация бэйс в интернете я думаю эта информация куча можно порыться поискать ну соответственно рекомендуемые вебинары вот они здесь какие вопросы есть по второму тур сколько времени на тест дается я честно сказать не могу сейчас ответить на этот вопрос ну я вам сейчас не буду говорить врать да но я могу просто прикидку такую делать что значит если у нас в первом отборочном туре 16 вопросов ну я думаю что где-то наверное порядка часа ну может быть чуть больше будет времени на вопрос вот но у вас там будет возможность по моему три раза этот тест создать то есть три попытки вот во втором туре там будет времени чуть побольше то есть там наверно часа наверное два будет дано полтора-два я так думаю примерно сейчас пока я вам говорю только оценочные такие свои предположения вот потому что там нужно что-то будет написать да то есть какие-то может быть мысли даже сформулировать вот то что предложение нормально оформить чтобы было понятно ну вот где-то так а значит в зачет идет последняя попытка насколько я помню по информации с сайта поскольку мы ее уже как бы заинзотировали сейчас посмотрим первый этап три попытки будет учитываться последний полученный результат значит во втором туре у вас будет всего одна попытка ну это понятно да потому что вас никто проверить автоматически не сможет то есть мы будем проверять тесты после того как уже все их завершат то есть пройдет время да в течение которого они будут открыты после закрытия этого временного интервала мы будем проверять вот так если вопросов больше нету по тестам ну в принципе можете если они у вас есть формулировать писать пока в чат я расскажу как обещал про и не каст адреса IPv6 IPv6 6 версии значит идея следующая значит и не каст адрес является адресом который может быть приписан нескольким интерфейсом то есть вы можете настроить его на разных интерфейсах и вернее не чаще всего а скорее всего это будут разные устройства значит при этом пакеты которые посылаются через этот каст адрес будут доставляться по кратчайшему пути то есть вот здесь вот у нас нарисовано давайте вот туда вот перейдем значит представьте себе что у нас есть ну вот одна сеть да допустим операторы здесь вот есть конечные пользователи и есть сеть где находится сервер какой-то который предоставляет определенный сервис веб-сервер например неважно и сеть ну достаточно распределена да распределенным распределена определенным образом да вот anycast адреса 2001 DB82 они могут быть настроены на двух мышцы которые ну скажем так географически разнесены и в IP пакете вы можете указать что я хочу передавать свой запрос свой трафик через определенный узел и вот anycast IP адрес является идентификатором этого узла то есть применимость anycast адресов возможно только для специального дополнительного заголовка который называется router вспоминаем что такое router это заголовок который можно прописать список IP адресов узлов через которые мне хотелось бы чтобы пакет проследовал до сети назначения то есть ну такое скажем так некий инжиниринг трафика провести то есть указать явный путь через который путь в виде узлов да цепочки узлов через который пакет следует до сети назначения так вот можно использовать в этом router хедере anycast IP адреса маршрутизаторов то есть в принципе anycast адрес может быть присвоен только маршрутизатору то есть он не может быть присвоен хасту и может использоваться только вот в заголовке router соответственно для устройств для конечных устройств которые находятся в этой части сети ближайшим таким шлюзом ну по протоколу динамической маршрутизации будет вот этот шлюз мы назовем его а а с этой стороны назовем его б соответственно терминальные устройства которые находятся ближе к узлу б будут форвардить свой трафик через узел б вот понятно что вот эти айпи адреса они будут анонсироваться то есть объявляться через протоколы маршрутизации со своими метриками поэтому если например вот до данного айпи адреса который находится на этом узле а допустим раз два да то от этого узла до вот этого компьютера раз два три метрика то есть этот компьютер никогда не выберет для форвардинга вот этот шлюз потому что для него такой айпи адрес будет ближе находиться в точке б вот значит еще раз приложением приложением применением уникасных адресов является как сказать по-русски идентификация определение набора маршрутизаторов то есть таких уникасных адресов в рутер хедере может быть указано несколько штук вот которые принадлежат интернет сервис провайдеру в общем то получается что anycast айпи адреса имеют достаточно узкое применение то есть по сути они определяют две функции это баланс нагрузки вот я вам тут нарисовал схему представим себе что вот мы находимся вот в этой сети то есть наше устройство находится пользователи мы управляем этой автономной системы у нас есть пользователи у нас есть подключение к интернету через три вышестоящих провайдера вот и мы хотим чтобы трафик наших пользователей проходил только вот через этого или только через этого провайдера поэтому мы можем сказать пользователям или пользователи выбирают себе таким образом каким образом проводить трафик указание айпи адреса в рутер хедере да то есть рутер хедере мы записываем специальный промежуточный адрес маршрутизатора и трафик форвард через ближайший и не кастовый адрес то есть для этого компьютера он будет форварден через левого провайдера вот для этого компьютера через правого через среднего трафик форвардится не будет потому что у этого провайдера нет настроенного и не каст адреса то есть таким образом мы можем распределить трафик и в то же время запретить где-то его передавать потому что здесь не будет просто элементарной маршрутизации потому что здесь нет такого адреса через который необходимо пакет передать еще одно применение это баланс нагрузки то есть часть хостов из нашей системы передают трафик через одного через один маршрутизатор через одного сервис провайдера часть через другого причем выбирают они на основании метрики протокола внутренней маршрутизации они не обязательно внутренние то есть у каждого протокола есть своя метрика неважно здесь BGP может работать здесь внутри может работать SPF или RIP вот но идея в том что конечное устройство будет выбирать кратчайший путь до вот этого промежуточного anycast адреса вот соответственно мы можем если у нас большая схема распределенная сеть мы можем вот таким образом трафик сбалансировать и вторая функция это redundancy то есть это резервирование то есть мы можем вот здесь сервис провайдеры могут настроить себе одинаковый anycast адрес для резервирования то есть если например здесь канал сломается здесь произойдет перестроение таблиц маршрутизации вот в этой сети в этой автономной системе и вот этот префикс этот адрес он будет в протоколе маршрутизации встречаться только один раз то есть на предыдущем слайде два раза он будет передаваться то есть будут приходить сообщения вот этого маршрутизатора ну сообщение протокол маршрутизации сюда и сюда они придут просто вот на этом узле метрика у данного маршрута будет больше чем у префикса который пришел с другой стороны от правого сервиса провайдера вот соответственно по метрике будет выбираться именно вот этот next hope а для этого маршрутизатора но в случае обрыва вот этот маршрутизатор проанонсирует что больше эта сеть больше тайп адрес недоступен через меня соответственно таблицы маршрутизации пересчитаются вот в этом домене и все пользователи будут выходить через другой и не кастовой то есть потоки трафика перераспределяться и все потоки трафика будут проходить через эту точку а здесь как не было трафика так как как не было этого и не каст одреса так и не будет то есть данный сервис провайдер не будет этот трафик вообще порой как и поры так и не порой то есть на мой взгляд anycast адреса ну да их придумали в ipv6 но на мой взгляд вот я просто почитал пытался найти какую-то литературу даже англоязычную почитал сам стандарт по ipv6 и пришел к выводу что anycast адреса имеет очень ограниченное применение они при меня могут применяться только в вот здесь вот в рутер хедре и могут принадлежать только может и завтра то есть они к основа адреса есть ограничение он не может использоваться в качестве адреса отправителя в эти ваши из пакетик то есть маршрутизатор если ему нужно отправить сообщение какое-то например своему соседу да там а 7 и он не может использовать этот айпи адрес в качестве сорс айпи айпи адреса источника это запрещено делать для никаст адресов поэтому вот те слайды которые были в той презентации они не совсем корректный по ipv6 который презентация была где никаст адреса присваивались конечным хостом такого быть не может нет принципе вы можете присвоить конечным хостом одинаковые айпи адреса и они у вас будут якобы и никаст и это может быть действительно сделано для резервирования на самом деле разработчики айпи в 6 предполагали совершенно другую идею использование не к старесов это вот использование в заголовке рутер хедер но опять же говорю это во первых достаточно обременительно для маршрутизаторов потому что им нужно будет заглядывать не только в базовый айпи в 6 заголовок но и в расширенный то есть это достаточно специфичное применение должно быть вы должны хотеть управлять потоками трафика вот посредством данного заголовка возможно в будущем лучше больше распространения я не могу составить но вот на данный момент я не вижу особого смысла так вот городить огород есть масса других способов решить данную задачу без применения рутер хедера вот вот то есть вот таким вот образом ну давайте вот сюда вернемся пару слов скажу значит и не каст адреса они являются формируются точно таким же образом как уникация риса то есть семантически если вы будете разбирать адрес он ничем от уникаст не отличается то есть в принципе если вы возьмете какой-то уникаст айпи адрес вы даже можете не знать что это он является еще и и не каст адреса то есть не зная структуры сети и не зная идеи или стратегии маршрутизации которую в данные в данной сети закладывает администратор никогда не нельзя понять что этот айпи адреса не кастов и в пределах определенные зоны эти и не кастовые адреса они анонсируются то есть объявляются протоколами маршрутизации с 128 маска то есть они анонсируются не как префикс а как айпи адреса хостов и пи адреса конечных устройств то есть это не сеть объявляется объявляется адрес хоста то есть вот вы видите что например есть и не кастовый адрес на этом маршрутизаторе и не кастовый адрес на этом маршрутизатор они одинаковые линк которым подключается этот маршрутизатор сюда имеет стоимость 20 этот линк имеет стоимость 10 Соответственно, при объявлении вот этих двух и не кастовых адресов, вот этот маршрутизатор будет выбирать тот, который находится ближе. А ближе мы определяем с помощью каста. То есть в качестве NextHop у него будет стоять вот этот вот IP-адрес. Вот он в качестве NextHop и здесь указан. Если произойдет авария, катакол маршрутизаций пересчитает маршруты и установит в качестве NextHop уже вот этот IP-адрес. И кост изменится на 20. То есть в случае аварии у нас есть все равно путь, через который мы можем передавать IP-пакеты. Но нужно понимать, что внутри вот этой вот зоны здесь может быть куча автономных систем. Это могут быть разные сети, это могут быть разные провайдеры, это может быть один провайдер, неважно. Но есть определенная область, внутри которой и не каст-адреса должны анонсироваться со 128-й маской. То есть как IP-адреса хастов. И только за пределами этой области, за пределами этой области, они могут анонсироваться как префиксы. То есть вот был вопрос на вебинаре, да, кто-то спрашивал, а вот что делать, то есть как маршрутизировать трафик, если один и тот же не кастовый адрес находится и в России, и в Америке. Вот в этом случае такое в принципе теоретически может быть. Но тогда во всем интернете вам нужно будет анонсировать этот IP-адрес со 128-й маской. И конечные устройства будут выбирать ближайший к вам, к ним, путь до и не кастового адреса. Если мы говорим о публичной, по интернете, то есть о глобальной сети, то и не каст-айп-адрес находится, допустим, в нескольких регионах, то его обязательно нужно объявлять как хостовый адрес. Если таких адресов в интернете будет много, это достаточно большая нагрузка на маршрутизация, потому что таблицы маршрутизации могут стать очень большими. Если область действия такого не каст-адреса как-то ограничена, например, какой-то областью в нашей стране, или страной ограничен, или сервис-провайдером, то в принципе наружу этот адрес может объявляться с определенным префиксом. То есть есть еще какие-то сети внутри, которые входят вместе с этим адресом в какой-то определенный префикс, в какую-то подсеть. И тогда наружу он может объявляться, допустим, с 32-й маской. То есть вот отсюда сюда, допустим, с России в Америку, он будет объявляться с определенным тостом, насколько будет у него вот эта вот точка входа, и он будет входить в состав вот такого префикса, вот такой подсеть. Ну, я надеюсь, объяснил более подробно. Не знаю, насколько понятно, но вот из-за того, что, на мой взгляд, достаточно надуманная идея с этими Anycast-адресами, мне кажется, очень специфичное будет применение, то есть только в определенных случаях будут применяться Anycast-адреса, а так могут применяться для резервирования. То есть резервирование потоков трафика и балансирования. Вопросы? Ну, на данный момент, я думаю, что для вас достаточно будет просто знать, что, в принципе, такие адреса существуют, и вот могут применяться для балансировки и резервирования. Как-то глубже влезать я не вижу смысла. По IPv6 есть куча других интересных вещей, в частности, например, технологии перехода с IPv4 на IPv6, вот там действительно есть куча задач, которые интересно решать. Ну, если вопросов нет, тогда у меня, в общем-то, все. Слушайте вебинары, готовьтесь, и удачи вам на тестах.